Добрый день! В эфире Пальтра ТВ вы смотрите передачу студии Ре и ведущую немного Лашвили. В нашей передаче мы будем говорить о вынужденно перемещенных лицах. И, как видно, до сих пор после 20 лет интеграции беженцев остается проблематичной. Вот вывод неправительственной организации «Синергия». Сегодня как раз представитель «Синергия» находится в нашем эфире, и будем говорить более пространно на эти вопросы. Позвольте представить наших сегодняшних гостей. Сусна Беридзе, Нино Галандаришвили, Юлия Хорошвили и Элика Бенделиани. А, Нино, скажите, пожалуйста, как я знаю, исследование это означает с проектом? И перед тем, как перейдем к этому, давайте будем говорить о проекте, что включает в себя проект. Большое спасибо, Нино. Спасибо нашим зрителям. Мы представляем сеть «Синергио» — это объединение МПО. Мы уже давно работаем в плане беженцев и политических активностей. Мы уже провели несколько исследований. Профинансировано было британское посольство «Синергио» — укрепление беженцев с помощью вовлечения интеграции. Мы не случайно выбрали, в принципе, название, то есть, в принципе, кооперация, сотрудничество, вовлечение, в том числе и политических процессах. Это один из путей интеграционных процессов. Хотя мы, конечно, далеки от идеи, что только этим путем происходит интеграция. И социальный компонент, компоненты не важны. Нет, социальный фонд, конечно, один из базисных, так сказать, условий. И в рамках нашего проекта мы пытались сделать акцент на отношениях с местными самоправлениями, на тех механизмах, которые новый закон о самоправлении предоставляет возможности. То есть, в плане адвокатирования проблем беженцев. То есть, насколько я неизвестно, вот Русудан, вы можете сказать по поводу того, что Нина говорила? То есть, микрогранты, что из себя они включали? Добрый день. Микрогранты, в первую очередь, Нина говорила про это. Изначально было направлено на члены с энергии сети, на их укрепление, на формирование, которые, в свою очередь, должны были усилить те лица, которые живут в регионах, вынуждены перемещенные лица. И прежде чем будем говорить о микрогрантах, я буду говорить об одном факте. В рамках проекта был проведен цикл тренингов по поводу местного самоправления, а также бюджет, мониторинг бюджета, прозрачность бюджета. Это проводилось с помощью представителей нашей сети. И в период тренинга и дискуссии выделилось те темы, которые были осуществлены и в будущем. В основном микрогранты вовлекали города Кутаиси, Сугдиди-Гори. Юлия потом более подробно будет говорить, потому что проект также охватывал беженцев, которые живут в Руставе и Гардабане. В целом основные темы – это социально-экономическая интеграция, проблемы вынуждены перемещенных лиц в этом отношении, в отношении бюджета и местного самоуправления. Скажите, пожалуйста, завершен ли цикл тренингов и что мы получили в результате? Да, то, что просматривал проект, да, цикл завершен, но это процесс как бы беспрерывный. Тем более Шиддак-Картли, регион, где в меньшей степени традиционно проводились эти тренинги, это считается, что самый такой регион, где живут компактно беженцы, это как раз и есть Шиддак-Картли. И традиционно мы говорим, то есть, когда говорим о сообществе беженцев, мы все время говорим, что это как бы одно сообщество. А ведь там несколько групп, потому что в разные годы были разные обострения разных конфликтов, и поэтому это, конечно, не совсем однородная группа. Шиддак-Картли тоже работает своя МПО, но для сети с энергией, это, так сказать, первая интервенция в этот регион, я бы сказал, что довольно успешная интервенция. Мы смогли установить контакты с местным самоуправлением. Мы провели серьезные работы, продолжая в рамках проекта с беженцами, а также с людьми, которые живут у разделительной линии. Это люди, которые пострадали от нового конфликта, и мы думаем, что им нужна, конечно, забота и внимание. Я буду также говорить о том, что мы установили, так сказать, тренинговые отношения с теми муниципалитетами, которые, так сказать, из Цехновальского региона, Курта, Редви. Об этом будем говорить попозже. Элеку, скажите, пожалуйста, вот основная цель активности – это интеграция беженца. Как это выделилось? Почему это важно? И 20 лет спустя, почему мы снова говорим об интеграции беженцев? Добрый день. Да, главная цель проекта – это содействие и интеграция. Несмотря на то, что много времени прошло, факт, что беженцы и сегодня натыкаются на много противоречий, и они не интегрированы в полноценные местные общины. Наша цель – активизация беженцев, их вовлеченность, чтобы они были не только бенефициары, а люди, которые сами уложивают свои проблемы. И одно из главных направлений в нашем проекте – это, конечно, работа с местными самоуправлениями и вовлечение в процесс формирования бюджета. Это, можно сказать, первый прецедент, когда беженцы сами были вовлечены в этот процесс. И хочу отметить, что до сих пор остаются проблемы долгие годы. И у нас тоже нет равного отношения ко всем гражданам, живущим в муниципалитете. Несмотря на то, что беженцы избиратели, они тоже, конечно, избирают в местные органы людей. Для них не все программы были доступны. И одна из главных целей для нас – это все программы, которые предусмотрены бюджетом, были в равной степени, так сказать, доступны для беженцев. Можно сказать, что цель уже достигнута. В тех районах, которые работали – это Зугдиди, Кутаиси, Поти и Гори. В муниципалитете Зугдиди, к сожалению, до сих пор до конца не было разделено на наши отношения. Хотя считаем, что это одно из самых главных. И кроме тех вопросов, которые касаются беженцев, они также активно были вовлечены, например, в местные. То есть те вопросы, которые были для всех одинаковые. То есть ваши активности, ваши вовлеченности беженцы разделяются на две категории. Те, которые живут в частных поселениях и которые живут в компактных поселениях. То есть степень интеграции, конечно, их разная. А чем это вызвано? И можно ли говорить об этих особенностях? На самом деле, в наших исследованиях это очень четко видно. И разница, конечно, действительно заметна по степени интегрированности, вовлеченности. Это обусловлено, конечно, тем, что люди, которые живут в частном секторе, они более самодостаточны, более ориентированы на свои возможности, чем те, которые живут в компактных поселениях, которые социально живут в более тяжелых условиях и в большей степени. Они зависят от внешней помощи. И это, конечно, влияет на них. И вы упомянули исследование. Мы также провели второе исследование. То есть это называется образование в разделительной линии. И как раз касается тех тем, которые живут по обе стороны разделительной линии. Я думаю, что это было очень важное исследование, хотя бы ради того, что мы смогли, и в Галево-Холгоре сумели зафиксировать мнение местного населения и, соответственно, дать рекомендации по тем вопросам, как, например, образование, степень образования и доступность к качественному образованию. И это тоже, конечно, одно из обусловливающих факторов интеграции. Элико, скажите, пожалуйста, на чем базируется ваше исследование? Какую методологию вы использовали при разработке? Мы выбрали качественное, так сказать, исследование. Мы создали фокус группы, были интервью, провели много интервью, исследовали, изучили существующие исследования. И получилось очень много интересных вопросов, что беспокоит людей, которые были вовлечены в наши исследования в плане образования. В основном, как Нина уже сказала, у нас были возможности провести фокус группы на той территории, которую сейчас власть Грузии не контролирует, то есть Ахлагория, Гали, а также в деревнях, которые расположены вдоль разделительной линии. Вы непосредственно были в Гали, Цеханвале? Как вам это удалось? Нет, у нас были контактные лица, с помощью которых нам удалось это сделать. И на базе полученного материала мы подготовили документ, представленный, разработали рекомендации для государства, для неправительственного сектора. Необходимы эти рекомендации учитывать, по нашему мнению. Они касаются важных вопросов в отношении образования. Это возможно содействие людям в плане получения образования на грузинском языке, а также ряд рекомендаций, что можно сделать нашей власти, чтобы для этих людей образование стало более доступным. Руссидан, скажите, пожалуйста, что помешало нужному интегрированию беженцев в общество? Наверное, Нина уже говорила по этому поводу, о этих разных факторах. Наверное, один из факторов в том, что эти люди нетрудоустроены, и их социальная и экономическая интеграция не произошла. И это мешает гражданской интеграции. А также, вот Элико упомянуло, то есть о неровном отношении в местных самоправлениях. Это, конечно, тоже содействует, так сказать, стигматизации группы и недостаточной вовлеченности в эти процессы. Их экономическое состояние неполное, так сказать, занятости в одном из проектов Микрогранта был вопрос, касающийся их социально-экономической интеграции, содействия и повышения их навыков в отношении занятости. Были проведены тренинги, как начать малый бизнес, и это, конечно, положительность работы у проекта там в отношении. А государство заботится об этих людях? Есть ли специальные программы, чтобы беженцы лучше интегрировались в общество? Конечно, в 2007 году была создана государственная стратегия в отношении беженцы, и около 40 МПУ участвовали в создании, и регулярно, конечно, создаются планы под действием, сейчас тоже есть. И несколько членов СНРГ были вовлечены в рабочие группы, и мы работали вместе с КОС-органами, и мы пытались донести голос беженцев до правительства, а также есть новая программа, и, конечно, потребует большое внимание от МПО и международных друзей. Это проект генерирования источников доходов, точнее говоря, это новая программа в министерстве, и как эта программа будет осуществлена, об этом пока не совсем все ясно, но уже хорошо, что государство признало, что необходимо об этом заботиться, что самодостаточная с беженцем в отношении расселения, это является приоритетом. Об этом приоритетах Нина тоже говорила, она отметила, что во многом сократилось количество, потому что есть программа идет, программа интеграции, но место, которое не является компактным расселением, люди уже живут, так сказать, в приватизированном жиле, все равно проблемы остаются, стигма никуда не делась, незанятость никуда не делась, и синдром, так сказать, зависимости, который уже за годы развился, тоже никуда не исчезал. И, конечно, нужно работать над интеграцией, это беспрерывный процесс, и мы считаем, что это очень важно. То есть, Олег, чтобы не говорить, так сказать, обобщенно, вот многие слушают наши передачи, вот и многие вынуждены перемещенные лица, и хотят быть более активными, то что вы порекомендуете? То есть, куда он должен обратиться, чтобы сделать что-то? Вот в начале нашей беседы, вот тут мы тоже упомянули, что у нас были тренинги, и мы знакомим людей с возможностями, которые предлагаются им. И мы пытаемся, рядовые люди могут активно участвовать, есть разные механизмы, то есть, и могут, конечно, беженцы вовлекаться, также собрания в деревнях, и там можно зафиксировать собственные программы, и, конечно, очень важно зафиксировать голос в международных перемещенных лиц. А что касается, что мы делали конкретно, вот здесь у нас есть, так сказать, вот устный отчет, например, в регионе Самигрелла наши представители наблюдали за выборами, то есть, как проходили выборы, и они были вовлечены в наблюдательную миссию. Мы считаем, что в равных отношениях мы подразумеваем, что дифференциации не должно быть во всех процессах и программах, то есть, беженцы и местные населения одинаково должны быть вовлечены. И это ради того, чтобы учитывать интересы внедренно перемещенных лиц. Мы продолжим нашу беседу после рекламы. Мы вернулись в студию, сейчас у нас есть возможность посмотреть репортаж Гуанца Келонава. Она находилась среди беженцев с компактно заселенными беженцами от агрессирований. Она, то есть, опросила беженцев, спросила, что для них главная проблема, считают ли себя интегрированной в наше общество. Посмотрим опрос, а потом ваши соображения будут, конечно, очень интересны. После 2008 года что остается для вас главной проблемой? Незанятость. Моя проблема? Я требую узаконивания коттеджа на себя и на моих детей. В первую очередь, нетрудоустроенность и отсутствие внимания. У нас были фрукты, персики, виноград, а за 8 лет, конечно, не посеешь только, чтобы продать. Ничего нет, заводы были закрыты. Лучше, конечно, чтобы заработали вот эти фабрики, чтобы все трудоустроились. Что остается для вас главной проблемы 2008 года? Наша главная проблема – возвращение в деревню. Некоторые чувствуют себя лучше, чем там. После 2008 года что для вас остается главной проблемой? Много проблем. Например, живем весьма тесно и не вовремя выдает деньги беженцам. До этого было 22, а сейчас иногда 25, иногда 1 шло. Думаете ли вы, что интегрированы в общество? Вы знаете, в Грузии я не гостья, кто это понимает. Я просто с места на место, как бы из одного уголка Грузии в другой уголок я переехал. Но я грузинка и гражданин Грузии, который защищал единство Грузии. После 2008 года чем для вас главная проблема? Главная проблема, наверное, была и остается, то есть жилая площадь, жил площадь и нормальные условия. Наверное, нетрудоустроенность и проблемы. Как вы думаете, вы интегрированы ли вы в общество? Нет, точно нет. Наша главная проблема – то, что у нас с первого года. Ничего не изменилось. Перспективы возвращения домой не видно. А проблема здесь в том, что наши бытовые условия очень плохие, наше положение тоже в том плане, чтобы жить по-человечески достойно. Ничего не меняется. Местные неинтегрированы. Как мы можем быть интегрированы в общество? Пока Грузины не объединятся, пока все вместе мы не будем заботиться о своем государстве, ничего не будет. Юля, мы услышали не одно соображение беженцев. Как вы оцениваете? То есть, так совпадали их ответы с ответами ваших респондентов? Интересно, что подразумевают люди, когда говорят, что они интегрированы. Наверное, речь идет о том, что гражданин Грузии должен жить на определенном социально-экономическом уровне, и этого уровня для беженцев нет. Это правда, потому что это, конечно, о неплохих условиях живут в этих прежитиях. Что касается интегрирования, мне понравился ответ этой женщины, что она гражданка Грузии, и она чувствует ответственность и должна занять активную позицию, потому что она гражданин Грузии. Есть права, есть обязательства, и должна что-то сделать. Я думаю, что это важный аспект. А что касается... Вот мужчина высказал мнение о возвращении. Это, конечно, наша вечная боль, и мы все время подчеркиваем, что... По руководящим принципам у беженцев должен быть выбор вернуться, продолжать интегрирование в другом уголке Грузии, и у нас никогда не было этого выбора, потому что никогда не получалось возвращение. У нас выбора пока нет. Только единственная возможность это интеграция на месте или в другом уголке Грузии. То, что мы видели в сюжете, похоже, был, так сказать, подход, когда в 2007 году началась работа на стратегии беженцев, и основное послание, что было тогда озвучено, обеспечение достойных условий, это основной принцип, и который не противоречит принципам возвращения. То есть жить достойно там, где живем, развиваться, быть полноценно, так сказать, вовлеченном процессе, это не альтернативное возвращение. Что касается самого возвращения и в отношении конфликтов, в участии в разных мероприятиях, в гражданском диалоге, в том числе, при разговорах с беженцем, наши исследования тоже показали, есть недовольство среди беженцев, что их голос в меньшей степени, так сказать, слышен грузинно-абхазских в диалогах. И они считают, что те люди заботятся о регулировании конфликтов, которые не прямо увеличены в те конфликты, а потенциал беженцев не полностью, так сказать, используются. Это, наверное, одна из проблем, перед которым наше общество стоит. А у вас отмечено, что молодые люди более интегрированы в общество, нежели старшие. Они то есть не ищут работу, потому что надеются, что скоро вернутся домой. А есть ли подобная проблема? Я не могу, конечно, точно сказать, решительно сказать, что все-таки из интервью, так сказать, у меня осталось впечатление, что у них нету отчужденности к обществу, но то есть их интерпретация, интеграция была немножко другая. Для того, чтобы человек полноценным, полноценным, свободным гражданином почувствовал себя, конечно, тут не гарантировано право на собственность или может быть у них небольшой ресурс на собственность. Это, конечно, не содействует этой свободе. И когда их базовые требования не удовлетворены, конечно, люди могут думать о гражданской активности. Это, наверное, дает возможность разных интерпретаций, но все равно вот в этом заключается в идее. можно добавить? Наверное, вы видели условия, где съемка проходила. Да, я ни разу находила сама. Да, там очень хорошо видно. То есть продолжить мнение Русико, если у человека нет права на собственность, на жилплощадь, где он живет, то есть в принципе никак не может вступить в отношения с самоправлением. Люди, которые живут в такой обстановке, вот просто сравните, когда люди живут, живут как бы человек рос в, скажем, нормальных условиях и человек, который рос в таких условиях. Вот это, конечно, одна из причин, почему интеграция не является полноценной. А отвечает ли беженцы, интеграция из Южной, скажем, беженцы из Южной Осетии от интеграции беженцев из Абхазии. Это, конечно, интересный вопрос. Мы включили оба направления в наши исследования. В принципе, разница довольно большая. Оба, конечно, не беженцы, но разница чувствуется. Лично, по моему мнению, беженцы из Абхазии более активны, чем беженцы из Южной Осетии. Хотя, то есть, наверное, обусловлено разными факторами. То есть, у беженцев из Южной Осетии более-менее урегулирована проблема собственности. То, что мы скажем о беженцах из Абхазии. А что касается то есть, интеграции, это, конечно, сложно измерить, более сложно. И не могу сказать, что из Абхазии беженцы более интегрированы, чем из Южной Осетии. Конечно, очень много людей, много беженцев из Абхазии, которые хорошо интегрированы. И никаких барьеров у них нет. Есть люди, которые в меньшей степени интегрированы. Поэтому так дифференцировать, что из Абхазии больше, лучше интегрированы, наверное, так и нельзя сказать. Но, наверное, факт, что само государство при Абхазском конфликте страна была слабее и в меньшей степени могла помочь беженце, чем в 2008 году, когда страна была более окрепшая. Наверное, этот фактор тоже повлиял на степень интеграции беженца. Наверное, да, но несмотря на то, что 22 года прошло после Абхазских событий, 2008 год, кроме всех негативных аспектов, так сказать, подчеркиваю, принесло одно позитивное, так сказать, направление, то есть это бы усилило, так сказать, внимание в сторону беженцев. Хотя наше исследование показало, что беженцы из Южной Осетии говорят, что в отношении беженцев из Абхазии больше внимания, как раз зеркально отражается ситуация, то есть они более четко, так сказать, воспринимают позитив другого и более остро воспринимают негатив свой собственный. Вот парадоксальная ситуация. Но это, конечно, не чуждо для подобных проблем, но факт, что люди считают себя и свою ситуацию более тяжелой, чем, так сказать, проблемы группы, которые находятся в подобной ситуации. после войны 2008 года у правительства уже был определенный опыт, и они пытались, чтобы беженцы были, то есть, поселились в том же регионе, чтобы более легко проходила интеграция, то есть, те же земли, те же привычки, и не было такого, так сказать, тотального расселения по всей территории Грузии, как это случилось при абхазских беженцах. Хотя, можно сказать, что это и желание беженцев, то есть, больше желания находиться в Тбилиси, не в лесу Мегрелу или в другом регионе. Да, потому что в Тбилиси больше возможностей, это не только феномен беженцев, это целом феномен урбанизации, люди из тех регионов, которые более депрессивны, стремятся в столице, потому что здесь больше возможностей, это естественный процесс, ничего специфичного для беженцев здесь нету. Я продолжу мнение о немом, кемокатли, шидокатли, беженцы, то есть, на них обращалось меньшее внимание, потому что в количественном отношении была несоразмерная проблема, которая Зугдиди и Меретия постоянно, так сказать, были центры внимания, не могу сказать, что было решено, но проблема, так сказать, ну, об этом знало правительство, знало общество, а в Восточной Грузии в меньшей степени об этом думали после 2008 года. Ситуация не то, что сбалансировалась, а наоборот, то есть, больше помощи, потому что был период неотложной помощи, и была, конечно, специфическая помощь беженцам, Восточной Грузии, и в рамках проекта нам удалось, может быть, впервые поговорить о Курче-Редве в местном самоуправлении, то есть, временной администрации Санакова, которая была очень важна, потому что правительство Абхазии более, как бы, так сказать, известно своим бенефициарам, а здесь все время стоял вопрос, работают временная администрация над беженцами, и мы получили положительные ответы, всячески стараемся, чтобы информация лучше распространялась. Вот, повысить информированность, это один из вопросов, который постоянно стоял, не только в Шиндокатле, все исследования показали, что распространения информации недостаточно, и людям нужна более подробная детальная информация. Ваши респонденты говорят, что по интернету распространяется основная информация, а у них нет доступа к интернету, что важно правительство сделать в подобной ситуации. Реально, то есть все время на информировании состоятся проблемы, одна из серьезных проблем, потому что во время исследования мы увидели, что, конечно, люди не в равной степени информированы, особенно касается для тех, кто живет в частном секторе, потому что они более рассеянно живут, и информация в меньшей степени достигает. Конечно, есть универсальные средства, но кроме интернета, наверное, должны быть информационные встречи, более интенсивно должны проходить. Интересы все время высокие, то есть каналы прямой коммуникации должны быть более интенсивированы и между властью и беженцами коммуникация должна стать более интенсивной. вот, наверное, единственный путь решения этой проблемы, чтобы донести больше информации до беженцов. Скажите, в достаточной степени ли представлены беженцы местные и центральные власти? мы получили результаты, что центральные власти, к сожалению, не представлены в рамках микрогрантов среди активности, было выделено, что они слабо представлены местным самоправлением, это универсальная проблема. хотя респонденты сказали, что в парламенте не представлены беженцы, то, что неправда, ни правительства их нет, это их восприятие реальности, то, что проблема не только то, что они не представлены, а проблема даже в том, что те, кто представлены, они не идентифицируют себя с проблемами, с проблематикой беженцем, в меньшей степени, по крайней мере. Вот это может быть одна из причин политической инертности, и когда мы приходили сюда, вот у нас пять женщин в студии, их часть беженцы, мы работаем довольно активно, и неправительственный сектор в Грузии состоит из женщин, а политики женщины не представлены в той пропорции, по отношению конфликта, вовлеченность женщин на низком уровне очень высокая, а в случае вот ущерба, их ущерб гораздо больше, а на уровне принятия решений они в меньшей степени представлены. Вот я в принципе, что касается вовлеченности беженцев женщин и принятие участия в принятии решения это одна из важнейших тем, и с помощью нашей сети, вот и организации или консактивно работают. А необходимо ли, что когда беженцы работают, например, центральные или местные власти, чтобы работал над вопросами беженцев, не вызовет ли это? Нет, конечно, не обязательно, которые работают здесь, работают как граждане Грузии, делают свое дело, но проблема в том, что восприятие, ее общество хочет восприятие как беженца, а восприятие как тем, скажем, членом общества нету такого восприятия. И вот, видимо, часть, это, конечно, тоже один из интеграционных компонентов, над которым следует задуматься как со стороны общества, Беженца. В принципе, я хочу ответить не на, вот, последние годы случилось это качественное, так сказать, изменение, когда стало возможным квотирование и другие механизмы и временные меры, которые больше женщин приводят не только к власти, а к тому, где будет возможность принять решение действительно, план по действию, который стал, так сказать, законом для парламента, то есть, 1825 и другие, то есть, международные инструменты, и Грузия отвечает за Седо, так сказать, Грузия, то есть, обязуется писать отчеты. Думаю, что тот же феномен должен случиться в плане беженцев, люди, которые имеют потенциал знания, то есть, почему-то являются частью этой стигмы, должны какие-то коды существовать, нет, не должно быть квотирование, не должна быть стигма, если человек беженец, да, то есть, это не должно быть озвучено. Вот один из феноменов, который остается, то есть, например, будет социальная интеграция решена, и в итоге будет проблема расселения решена, не знаю, когда это будет, наверное, не в ближайшие годы, но все равно остается психологическая травма, стигма, и есть общество беженцев, и стигма беженцев все-таки есть, и мы должны это преодолеть. для меня интеграция не только социально-экономическая, а, так сказать, не, скажем, попадание от беженца правительства или самоправления, а набор преодоления, стигма, это должно происходить целиком для всего общества. Вот хорошо было сказано, что мы граждане Грузии, те же граждане Грузии, с которым случилось это несчастье, война, и у этого гражданина должно быть какие-то преимущества перед тем, как получит равное стартовое условие. Это, конечно, очень важно, чтобы всеобщество это поняло. И я думаю, что это одно из предварительных условий для интеграции. Я бы добавил, что все это, конечно, очень важна роль меди, то есть, как медиа будет представлять беженцев. К сожалению, сегодня интересы или нет, или очень низок. Не думаю, что это, конечно, касается только восприятия проблем беженцев. И это чувствуют и беженцы тоже, что их тема не совсем актуальна, не интересна основным для центральных каналов и меди. И считаю, что необходимо, чтобы в правильном отношении это было освещено, чтобы проблемы, о которых мы говорим, так сказать, были урегулированы. Я подразумеваю, что и со стороны беженцев это озвучивается. То есть, озвучивают только когда, когда они, то есть, беженцы, так сказать, проводят акции, то есть, когда беженцы привлекают внимание, кричат и так далее. Только в том случае вот телеканал, интересуется. В то время как есть другие факторы, которые можно, конечно, выдвинуть на передний план. Да, конечно, иногда неправильно создаются то есть, позиция, что беженец это человек, который нуждается помощью, не креативен, не может создавать будущее и так далее. С другой стороны, роль меди как раз говорит о проблемах и создание отрицательного имиджа это только это в принципе проблема. Это надо, конечно, перевести позитивный имидж. и да, понятно. Что касается образования, то есть доступности образования, то есть в деревнях у разделительной линии и на оккупированной территории, то есть какие тенденции выделились в результате исследования. Вы знаете, может быть много не покажется, что много ношуств, но есть вопросы, на которые надо говорить. Первое это вопросы, мы попытались исследовать вопросы, то есть которые наша власть может повлиять, это в большей степени больше содействия, чтобы люди живут на оккупированной территории, получили возможность образования и необходимо создавать программы в отношении подготовки учителей, учеников, чтобы обеспечить достойное жилье. Есть ряд вопросов, которые касаются социальных вопросов, улучшения жизни, чтобы образование стало более доступным, а также мы исследовали то есть вокруг разделительной линии деревни, где также есть необходимость психологического содействия и программы, которые в принципе требуют совершенства. Наши рекомендации направлены на урегулирование этих проблем о рекомендациях будем говорить в конце передачи. О оккупированной территории в основном фокусированы на, так сказать, в российском образовании. Насколько они заинтересованы, чтобы приехать в Грузию и получить образование? Вот в Галии о Халгоре мы провели опрос. Конечно, там люди фокусированы на образовании, но они берегут, так сказать, связи с грузинским образователем, так сказать, вот пространством. Если человек захочет приехать в Грузию, конечно, из этого пространства, конечно, это, конечно, должно приветствоваться и должны быть представлены все условия, чтобы изучили, так сказать, грузинский язык. Не следует ли задуматься, правительство создать похожую программу, которая существует для этнических меньшинств, чтобы студент, который, так сказать, поступит в университет, грузинская система образования, чтобы были возможности, один год занимался языком, а потом уже быть вовлеченным. Очень важно, важные проблемы были представлены, я легко уже упомянула жители, молодых жителей, доля разделителя, или нет, когда речь идет не только о качестве образования, а ведь об отношениях, о доступности к возам. Есть деревни, где, так сказать, в результате оптимизации осталась школа, да не осталась школа, и людям нужно, конечно, несколько километров проходить. Это, конечно, не прогулка по проспекту Ставель-Топилиси, это, конечно, гораздо тяжелее, и людям приходится, ученикам, учащимся, приходится в довольно неприятной ситуации перемещаться, и после этого мы должны задать себе вопрос, когда мы говорим о качестве образования и доступности и о молодых людях, которые вовлечены в национальные экзамены, настолько в равные условия они вовлечены, и как они, мы должны оценить их качество образования, чтобы не, скажем, нанести ущерб их образованию. Первое, что делает государство, то есть те студенты, которые умудряются попасть в какие-то вузы, правительство платит за обучение. Это, конечно, следует приветствовать. Нина говорила о том, что платят за исследование. Выявило, что и учителя не попадают на престижные факультеты, престижные вузы, и многие из них не удалось попасть в университет по тем причинам, по которым мы как раз назвали разная программа, разная методика преподавания и ограниченные возможности получить качественное образование на грузинском языке. В плане языка проблема есть, и с годами проблема усугубляется. Мы считаем, что одновременно с нашей стороны мы должны разработать программы, чтобы этим людям сделать адаптированное образование. Конечно, у большинства опрошенных есть эмоциональная связь с Грузией, но когда человек становится перед выбором, происходит из-за того, что у него нет этих льгот, и поэтому предпочитает получить образование в России. Большое спасибо. Очень много проблем мы рассмотрели, и, конечно, тяжело для зрителей. Если можно, в плане обоих исследований, если у вас есть желание добавить кое-что, где вы видите, в чем вы видите выход, давайте с вас начнем. мы как раз это вложили в наши рекомендации, что мы считаем выходом из существующего положения, чтобы улучшить существующую ситуацию. В плане образования мы перечислили несколько рекомендаций, в основном считаем важным для выполнения. Во-первых, содействие, большее содействие педагогам, которые там преподают их переподготовка, речь числа, скажем, о длительной квалификационной и переквалификационных программах, а также есть вопросы, которые требуют решения, а также доступны современным учебникам, книгам, а также вопрос касается компьютеризации. Например, на территории подконтрольной Грузии есть программа для первоклассников, то есть выдается компьютер, но это, в принципе, не связано с большими затратами, и при желании, думаю, что мы должны предложить соответствующим детям подобную программу. Речь шла также о преподавании, о качестве иностранных языков. Это тоже, конечно, очень важно, потому что люди, которые там заканчивают школу, у них нет возможности поехать за рубеж, по разной программе получать европейское произведение, нету, и, конечно, им нужно содействовать. В общем, есть ряд вопросов, которые требуют содействия и помощи этим людям, которые живут там, и то, что важно, со стороны власти МПО необходимо содействовать подобной инициативе. Что касается второго исследования политического участия, и здесь тоже, конечно же, важная роль предоставляется власти, и наша первая рекомендация быстро обеспечить жильем этих людей, потому что беженцы в первую очередь все проблемы связывают с этим, они не в равных условиях, у них нет собственности, и первое, надо начать работу над этой темой и параллельно также источники доходов к существованию. Большое спасибо вы, что скажете, а для меня источник оптимизма это, что у нас есть очень большой ресурс среди беженцев, как по всей Грузии, и я хочу подчеркнуть, что уровень образования высокий среди молодых людей, особенно молодые люди, конечно, имеют рвение желания, мы разными путями пытаемся помочь государству и обществу там, где нет возможности, например, интернет, в тех деревнях, которые расположены вдоль разделительными линиями, только в школах интернет, но бывает, что доступ закрыт, и нет соответственно доступа к интернету, и там есть коммуникационная платформа, которая пытается распространить информацию и необходима, конечно, для этих молодых людей, да, также вот новые программы обмена, новые конкурсы и любое новшество, которые вот поступают по сфере образования, очень важно, конечно, распространение информации, потому что все новое, которое выходит, обязательно должно быть предоставлено через несколько каналов, информационные встречи, интернет, а также печатный медиаматериал, я благодарна проекту, что, конечно, всегда нужно, когда человеку прямо в руки даешь информацию, и, конечно, очень важно, вот о чем Нина говорила, не могу не упомянуть, чтобы больше женщин пришло не только во власть, а также экономические возможности женщин нужно, конечно, использовать, этого требует любой документ, и, то есть, у женщин должно быть политической экономической возможности, а вы что скажете? Вот Юлия упомянула возможности, я хочу подчеркнуть, что наши исследования тоже это показали, что программы, которые известны для общества, хорошо было бы не только по нуждам, а также по возможностям, чтобы они были, так сказать, отучтены, вот, наша одна рекомендация это изучение возможностей и максимальное использование этих возможностей на основе этих возможностей, так сказать, реализацию, то есть, создать условия для реализации потенциала Бернца, вот, на обложке человек в возрасте, который спинно сидит в камере. Мне кажется, что наше общество сможет заставить этого человека повернуться лицом к камере. А вы что скажете, Руслан? Я считаю, один из выходов это создание действенного диалога между государством и гражданами, то есть, озвучить программы, донести вот это до государства, а потом уже, что произошло, то есть, обратная связь в связи с этой программой инициативы. Большое спасибо, что находились у нас в гостях, то Диары не раз вернется к вопросам Бернца, а мы просим, то есть, присоединиться на страничке на Фейсбуке, мы надеемся, что вы будете более активно вовлекаться в наши дискуссии и это перенесемся в виртуальное пространство, а также призываем наших зрителей подписаться на наш YouTube-канал, передачу подготовили в рамках проекта, 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 энергия и проект профинансирован с посольством Великобритании. Мы прощаемся на следующей неделе и на следующей неделе вернемся к вам с не менее интересной темой. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова